Второй способ разблокировки телефон BQ6630 Magic L на 10 андроиде Ссылка на первый способ в описании будет возможно вот здесь еще сверху появится справа Итак, то есть появляется окно вот такое вот у нас после сброса настроек То есть после сброса заводских настроек Но при этом, когда сделали сброс настроек, у нас был привязан аккаунт Google И соответственно дальше мы не продвинемся То есть если вы не знаете, почему у вас телефон не загружается То есть вы сделали сброс настроек, ну у вас вот такое вот меню То есть у вас есть привязка Google аккаунта и нужно будет его ввести Для этого нужен интернет Подключаемся к интернету Мы по Wi-Fi, вы по сим-карте можете подключиться Подключаем И ждем, пока он подключится у нас На телефоне у нас стоял графический ключ И телефон, скорее всего, сейчас попросит его ввести То есть, ну естественно, если вы сделали сброс настроек, то вы графический ключ не помните Кстати, если у вас был пин-код, то на другом канале у нас на основном есть сброс настроек пин-кода И разблокировка аккаунта первым способом То есть здесь у нас второй способ Он, по сути, он простой Никаких программ, компьютера, каких-то там, не знаю, специальных устройств не понадобится То есть если вы сделали сброс настроек и забыли аккаунт То есть у вас есть два варианта То есть вы либо смотрите видео, либо относите куда-то сервис по ремонту телефонов То есть пробуйте, если не получается, то несете уже мастерам по ремонту То есть вот у нас запрос графического ключа Естественно, я помню графический ключ Но мы обыграли такую ситуацию, что, возможно, не помните Итак, нажимаем использовать Google Аккаунт Google И продвигаемся дальше Сейчас у нас появится окно подтверждения аккаунта Вот такое вот И нужно будет встать вот сюда и ввести email и пароль Но если вы их не помните, то дальше у нас телефон не продвинется Так как нам нужен аккаунт Вот если у вас именно такая же ситуация, то делаем следующее То есть смотрите Получается вот здесь есть такой значок глобуса Нажимаем на него и держим И у нас вот здесь появляется другое меню Нажимаем языковые настройки Затем добавить клавиатуру Здесь выбираем любой из пунктов, где есть как подпункты Вот так Затем три точки Справка, отзыв И вот здесь То есть первый способ у нас был через меню поделиться Второй способ, он у нас будет тоже через меню поделиться Но по-другому То есть здесь встаем вот в это вот поле И нажимаем То есть если у вас был русский язык Переключаемся на английский И пишем на английском языке слово Делит Вот так И у нас выскакивает подсказка Сейчас покажу еще Вот так вот Делит И нажимаем вот этот вот пункт Нажимаем по нему Здесь чуть пониже будет вот такой вот пункт Нажмите, чтобы перейти в настройки приложений Нажимаем по данному пункту И открывается вот такое вот меню приложений Здесь нам нужно найти пункт настройки Вот он пункт настройки Нажимаем по нему Открывается меню Здесь у нас кнопочка открыть В данном пункте нам нужен пункт безопасность Вот он пункт безопасность Заходим на него Здесь спускаемся ниже Блокировка в приложении Нажимаем по данному пункту И нажимаем вот здесь в углу Такую как То есть нужно включить этот пункт И затем включить еще второй пункт У нас появляются возможные способы блокировки экрана Так как у нас стоял запрос графического ключа Давайте поставим пин-код к примеру Пин-код можно ввести любой Но лучше введите такой же как у нас Чтобы не запутаться Ну допустим 1, 2, 3, 4 Далее Еще раз 1, 2, 3, 4 Подтвердить То есть Можете ввести конечно сканер отпечатка Но делать это не обязательно Поэтому просто нажимаем пропустить И возвращаемся обратно Обратно, обратно, обратно На самое первоначальное окно Так вот сюда Теперь нажимаем начать Кстати можно проверить Сохранился у нас пин-код или нет Для этого блокируем телефон Разблокируем И вот у нас 1, 2, 3, 4 То есть да Пин-код у нас сохранился Все сделали правильно Если у вас что-то не получилось То есть заблокировали И пин-код не вводится Либо графический ключ Сделайте то же самое Как вариант Сделайте опять сброс настроек И затем уже Получается Введите Графический ключ Либо Если у вас этим способом Не получается То читайте Описание под видео Там будет ссылка На первый способ Разблокировки Итак нажимаем пропустить Так как мы не по сим-карте Делаем а по Wi-Fi И теперь вместо запроса Графического ключа У нас будет запрос пин-кода Который мы только что ввели В настройках безопасности Вот смотрите Вводим 1, 2, 3, 4 Ну либо вводите то Что вы вводили Так И продвигаемся далее Теперь у нас появится Окно подтверждения аккаунта Только теперь уже Аккаунт нам вводить Не обязательно Потому что у нас Вот здесь появляется Слева сбоку внизу Кнопочка пропустить То есть нажимаем На кнопку пропустить Нажимаем еще раз Кнопку пропустить И продвигаемся далее То есть это второй способ Первый способ Примерно такой же Он легкий Но там способ захода В настройки Он другой Так Опять Просит ввести у нас пин-код Один, два, три, четыре И далее Так Сканер не обязательно Нажимаем пропустить И продвигаемся далее Запускается у нас Работчик стол телефона Так Это пропускаем Это завершаем Идем в настройки телефона И убираем данный пин-код Чтобы не забыть Его опять Так Безопасность Блокировка экрана Как видели Стоял у нас пин-код Один, два, три, четыре Подтверждаем И ставим нет Да Отключить Так Он у нас отключается Идем проверяем аккаунты Аккаунта у нас нет Можете сделать сброс настроек Если хотите Но делать этого по сути не обязательно То есть заходите Удалите все данные И Телефон опять Перезагрузится И будет как новенький Так О телефоне 6630 Версия Ой Версия Android 10 Обновление Сентябрь 2020 Сентябрь 2020 То есть на данный момент Это самое последнее Обновление Новее не было Можно даже в принципе Сейчас проверим Может уже Действительно По новей Что-то появилось Так Проверка обновлений Проверяем Да Самое последнее обновление Значит Если у вас Именно такая же модель Телефона Такая же прошивка То способ подойдет 100% Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Также можете подписаться На наш основной канал Там представлено Будет кстати Первый способ И там будет Прейлист по разблокировке Подписывайтесь Всем хорошего настроения И также не забывайте Ставить колокольчик Чтобы не пропускать Уведомления О новых видео Всем пока-пока Хорошего настроения До новых встреч До новых встреч